Товарищи, всем добра! Если у вас FANUC, вылезла ошибка DS300, необходимый возврат в исходную точку, стандартный трехкоординатный вертикальный станок вот с такой станиной, а также имеются шильдики с метками нулевых точек, речь вот о них, то вот вам решение по устранению проблем. Выбираем режим MDI, заходим в SetOffs, в клодку Setting, ставим разрешение на запись параметров в единичку, то есть параметр RightEnable равно 1 должно быть. После чего в режиме Handle выставляем метки нулей в соответствии с неподвижными шильдами, как на данных фото. Далее заходим в System, нас интересует параметр 1815. Выбираем строку с осью потерявшей 0, смотрим на столбец с названием APZ, это четвертый бит параметра 1815, биты считаются слева направо, начиная с нуля. Устанавливаем в данную ячейку цифру 1. Если вдруг единичка не ставится, тогда двигаем осью с пульта в ручном режиме, миллиметров 50 в сторону середины станка, потом обратно. Если после данной процедуры бит также не будет устанавливаться в 1, тогда ставим пятый бит с названием APC, нужной оси в 0, а потом в единицу, после чего ставим APZ в единицу. Возможно в промежутках между установками битов в 0 или в единицу потребуется перезагрузка стойки. Перезагрузили, ошибки должны исчезнуть, а также APC и APZ должны стоять в единичках. Для проверки осей XY достаточно проехать в стороны плюс и минус обеими осями до программных концевиков. Если ударов при этом не происходит и программные концевики срабатывают, значит нули осей найдены корректно. Для проверки ACZ необходимо проверить смену инструмента. Нужно вставить вручную в шпиндель оправку от нулевого положения ACZ в машинных координатах, опуститься на цифру, указанную в параметре 1241. Могут быть значения в микронах или миллиметрах. В этом случае в машинных координатах должно отображаться значение 6.87 мм, а в этом минус 40 и 8 мм. Далее необходимо соориентировать шпиндель с кнопки на панели в ручном режиме, либо команды M19 в режиме MDI. После этого вручную подвести лапу смены инструмента. Наверху из двигателя системы автоматической смены инструмента торчит шестигранник, связанный с валом этого двигателя. Вращая его, предварительно сняв двигатель с тормоза, на двигателе отмечено как это сделать, можем добиться движения лапы. Тормоз может быть выполнен в виде рычага, тогда стрелкой будет показано, как нам разблокировать тормоз, либо в виде ободка. В таком случае его нужно поднять. Если лапа наезжает на юбку конуса инструмента хорошо, сверху и снизу должно быть примерно по 2-4 десятки, значит ноль станка по ICZ выставлен верно. Сбираем лапу в домашнее положение, ставим двигатель редуктора IC на тормоз, в offset setting запись параметров ставим в 0. Мы молодцы. Нужно заметить, что если у вас на станке установлен датчик измерения инструментов, необходимо его перекалибровать. Всего вам хорошего.